Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала Одесса, 17 февраля 2023 года. Вторая часть видео про языковой скандал в Одессе. Напомню, вчера я уже снимал видео на эту тему, записывал. У нас появилась в Одессе женщина, которая 99% приезжая из каких-то западных регионов. Она бегает по заведениям нашего города и провоцирует людей на то, чтобы с ней все общались в заведениях исключительно украинскую мову. Если кто-то разговаривает на русском, она вызывает полицию, пишет заявление и создает неприятности данному заведению. Появилась сегодня с утра реакция на скандал в Одесском кафе представительницы языкового абдусмена Ярослава Витков-Прысяжнюк. Фамилия говорит сама за себя. Пысяжнюк – это преимущественно фамилии тех, кто приехал из Западной Украины. Значит, в соответствии с ситуацией в Одессе в Одессе в Одессе в Кафе де Флюр. В соответствии с статьей 30 закона Украины про забезпечение функционирования украинской мови как государственной, обслуговывание за замовчиванием, то есть по умолчанию, должно быть государственной мовой. Еще раз, обслуговывание в украинских закладах и приватных, зокрема, это не примка клієнта, а вимога чиновного законодавства, за порушение якою, между прочим, передбачена административная ответственность. Виганяти клієнтку из заклада за прохание обслуговывать государственную – это больше, чем просто порушение законодавства. Гадаю, власник Кафе сьогодні сполна відчу реакцій в суспільстве на подібное. Водночас порушение не залишилось непомеченным и в секретариаті уповноваженного и захисту державної мови, и мы уже вживаемо відповідных заходов щодо безпосереднего порушника про результаты, про информацию уже сгодом. Короче говоря, вы видите и слышите, что происходит. Вот, значит, представьте себе, какие проблемы, по сути, да, создала эта женщина своими действиями провокационными данным владельцем заведения. Несмотря на то, что сейчас и без того непростое время, то есть идет в стране война, у нас нет света. Каждое заведение уже, знаете, как говорится, наладом дышит, потому что там закупают генераторы, то есть для того, чтобы как-то существовать и как-то себя прокормить. Но при этом появляются еще вот такие подобные уникумы, которые делают вот такие вот пакости еще. Почему? У меня вот один вопрос. Да, я все там, конечно, понимаю, что они уже там попринимали кучу законов о том, что вот так должно быть. Но почему нельзя в нашем государстве, в нашей стране быть лояльными? Я вот не понимаю просто. Почему находятся вот такие ублюдки, которые занимаются вот такими пакостями? Почему нельзя быть лояльным? То есть, ну, как бы, у нас Украина, как бы, ну, как ты не крути, я же вчера говорил об этом, что ты не говори. И большой процент украинцев, а возможно даже больше, чем, то есть разговаривают на русском языке, возможно, даже русскоговорящих больше, чем украиномовных. Возможно, я не знаю, как бы, точно этих процентов, но огромное количество жителей нашей страны разговаривает на русском, думает на русском, рассуждает на русском, понимаете? И общается на русском. Зачем делать вот такие провокационные действия и делать вот такое, вносить вот это дерьмо такое в общество? То есть, вносить вот этот раздор. Какой она вызвала этот самый, как тут пишет это, Абдусмент? Вечу, реакцию суспильства. Яка реакция суспильства? Реакция такая, что украиномовные поддерживают данные действия, а русскоговорящие они осудят и еще больше будут ненавидеть украиномовных и то, что они делают. Зачем такое делать, вот этот раздор вносить в государство, вообще в страну и в общество? Когда вот это ходят, церкви забирают под шум войны, под шумок там, то есть, добились каких-то там себе преференций, блин, и ходят, забирают церкви теперь, говоря, что наша церковь, это церковь УПЦ, что это коллаборанты, предатели, там, зрадники в рясах и так далее, тому подобное. Когда каждая церковь переполнена людьми, переполнена, зайти порой невозможно в церковь. И каждый человек, который приходит в эту церковь, это что, получается, не предатели-коллаборанты, по мнению вот этих имбецилов? Это ужас, конечно, и у меня просто нет слов на эту тему, короче говоря, жесть полная. Ладно, не будем слишком эмоционально высказываться. Мне потом не пришлось свой канал тоже на украинскую мову приводить. До встречи, друзья, в новых видео. Всем пока!